Приветствую всех поклонников спорта номер один. Предлагаю перенестись в Астрахань, где сегодня для этого замечательного города начинается первенство MLB от первой лиги. Мы начинаем новый сезон. Начинаем его матчем астраханского Волгаря и Тольяттинского Акрона. Обе команды полны амбиций, обе команды очень интересные. Да, прозвучал стартовый свисток. Евгений Калишин умеет подбирать разные варианты. Череных решил, что форвард Волгаря упал по собственной воле. А здесь ответ Акрона и Акрон эффектный. Это гол 1-0. Тольяттин Сиакрон выходит вперед уже на шестой минуте этого матча. И это Абу Саид Эльдаруша. Ну а что здесь? А здесь пас фланга и не успевает, кстати, Делизитдинов накрыть Эльдарушева. Это 1-0. Савичев выполнил голевую передачу. И здесь колеса просто... Ой-ой-ой, какая ошибка. И здесь надо забивать. И как же он не попадает? Сейчас Денис Ткачук опытнейший полузащитник Волгаря. Подача следует. Удар, поворотом и гол. Все-таки заливают в раздевалку астраханцы. И кого же здесь поздравляю? Честно, с моей позиции сложно было понять, кто же наносил этот удар. Но вот кому-то стало совсем жарко после этого гола Волгаря. Пока Акрон в атаке. Подача с левого фланга. Удар поворотом. 2-1. Вот это гол. Вот это красота на самом деле. Это Эльдарушев. Но он настоящий специалист по Волгарю. Тут уже, наверное, можно об этом смело говорить. Потому как в том самом матче прошлого сезона, когда 4-0 победил Акрон, один из мячей также забил Эльдарушев. И негодует, недоумевает здесь же Малетинов. Ну как же так? Да, понятное дело, раздосал он, я думаю, не только Тимур, но и вся команда. Мне кажется, оставь, Кирилл, этот мяч Данилу. Могло быть опасней. А теперь опасный момент у Волгаря. Ворота Волгаря. И 3-1. 3-1. Астраханцы сейчас сами приводят себе гол. Антон Килин. Да, Антон Килин забивает свой третий мяч в текущем сезоне. Недавно мы его вспоминали, говорили о его дубле в ворота Камаза. Ну и вот капитан Акрона продолжает забивать. Сейчас посмотрим, что привело к этому голу. Там, конечно, грубейшая ошибка астраханцев. Ну и Адоевский. Во-первых, ранее недоволен собой. Во-вторых, кажется, испытывает какие-то болевые ощущения. Вот здесь опасный момент Понце. Удар поворотом. И рядом со штангой. Килин сыграл на опережение. Ну и Адоевский. Да, это Адоевский выручил. Акрон в атаке. Можно бить отсюда. Песегов. Есть гол, Евгений Песегов. Но это точка, это вишенка на торте. На торте, который называется крупная победа Акрона над Волгарем на его поле. 4-1. Есть еще, я думаю, у Волгаря время сделать победу Акрона некрупной. Но все-таки при всех правилах сохранить, в капитанских правилах, что все-таки не объявляют победителя, шансов все-таки на что-то больше, чем сократить отставание, у Волгаря немного. Подбор. Все-таки лезут астраханцы. Удар хороший. Выручает Волга. Добивания не будет. Кто-то отдать должное астраханцам. Характер проявляют. Подопечная Анвера Канеева. Шакура. Отдает направо. Ну а Черемных дает финальный свисток, оглашая о том, что Акрон крупно обыгрывает Волгарин на выезде со счетом 4-1.